Девчонки, привет! Ребята, тоже привет! Всем привет! Передо мной сейчас огромная корзина, в которой лежит текстиль. В частности, скатерти и немножко салфеток. Сейчас будет обзор, покажу вам все подробно, расскажу про размеры, про цены, может быть, даже какие-то идеи по тому, как сочетать с каким цветом посуды. Но это, опять же, в моем виде ни на чем не настаиваю. Если хотите сделать заказ, пишите на WhatsApp-магазин. WhatsApp указан в инфобоксе. Отправим, куда скажете. Важный момент, который забыла сразу вам озвучить. Дело в том, что эти скатерти я все перестирала, но перестирала без пятного водителя. Стирала только грязь и пыль. Я их все перегладила, но пока они ждали свою очередь на съемку, конечно же, они помялись. Поэтому будьте, пожалуйста, снисходительны. Скатерть. Я очень люблю вот такие благородные оттенки. Мне кажется, это очень благородно. Мне кажется, это смотрится очень дорого. Итак, скатерть, которую мы назвали. Скатерть сливочная с кремовым рисунком. То есть, видите, она реально сливочного цвета. И здесь такой жаккардовый, вытканный рисунок. Здесь идет по кайме цветы. Мы сомневались, что это. Либо это пионы, либо это может быть маки. Я не знаю, камчика. Какие-то цветы. И они едва заметны. Очень благородно, очень красиво, дорого, изысканно. И тоже на кайме вот такая вот решетка. Я здесь нашла один небольшой дефект. Скатерть винтажная. И я обнаружила вот такой вот небольшой дефект на ткани. Это не дырка, но как будто бы немножко разошлись ниточки. Размер этой скатерти 125 на 155 сантиметров. Цвет будет красиво сочетаться с любыми пастельными оттенками, не только с пастельными. Смотрите, я здесь положила соусник Зик. У него тоже такой бледный, красивый рисунок. И стоимость этой скатерти 1300. Вот такая красота неземной. То ли это скатерть маленькая, то ли это большая салфетка. Я ее буду называть скатертью. Давайте. Она круглая. И диаметр этого круга 90 сантиметров. Ткань, я не знаю, это похоже на лен. То есть она достаточно плотная и такой вот крупной вязки. Ручная вышивка. Состояние этой скатерти, мне кажется, идеальное. Как вы понимаете, это скатерть, либо салфетка, как хотите так называть, сама по себе очень акцентная и не нуждается в больших других цветовых акцентах. Ну, на всякий случай я положила сюда эти желтые стопочки из тонкого стекла. Но здесь могут быть посуды и другого цвета. Цена этой скатерти 950 рублей. Еще одна небольшая, то ли скатерть, то ли салфетка, как хотите так называть, она почти квадратная. У нее стороны примерно 82-85 сантиметров, примерно так. Цвет у нее вот такой. Сейчас вам показывают правильно. Это у нас кремовый цвет. Она... Даже не знаю, как вам сказать. Сказать ли, что это мережка, это похоже на мережку, но понятно, что это не ручная работа. Это промышленного производства, но она очень красивая. И она тоже может быть либо скатертью на маленький столик, либо вот так же просто положить сверху другой однотонной, либо цветной скатерти. Очень красиво, очень элегантно. И на ощупь, наверное, тоже какой-то смесовый материал. Возможно, здесь присутствует лен, но, наверное, не только он. Она в состоянии, по-моему, идеальном. Я здесь дефектов не обнаружила. Эта салфетка, либо скатерть, как хотите так и называйте, она натуральная. Натуральный состав, натуральный цвет, натуральное какое-то качество. И мне кажется, что это будет очень красиво смотреться с керамикой. Поэтому сделала вам вот такое вот сочетание. Цена этой салфетки, либо скатерти, 600 рублей. А вот это вот раннер из личной коллекции. Покупала для себя, но так ни разу не использовала и решила с ней расстаться. Необыкновенно прекрасная вещь. Очень она, конечно, придает красоты сервировкам. Вот я сейчас накинула. Это раннер. Ширина его 44 и длина 160 сантиметров. Ткань, ну, тоже похожа на лен. Я не знаю, что-то очень плотное. И вот этот рисунок, это принт, это печать. Очень красивая вещица. Раннер сам по себе акцентный, яркий, красочный. Здесь посуда может быть как однотонная, так и какая-нибудь схожая по рисунку. Но это мое видение. Цена раннера 600 рублей. И давайте закончим с малыми формами. Две салфетки, это пара. Они продаются парой, их две штуки. Голубого цвета. Сейчас вам неправильно показывается цвет. Он поярче. Очень красивый. Цвет небесно-голубой. Это такой очень глянцевый, красивый жаккард. Размер салфеток 35 на 40. Голубые салфетки будут очень красиво комбинироваться не только с голубой скатертью, но и с белой, и с желтой, и с розовой. Посмотрите, положила их вам вот таким вот образом. Мне кажется, это очень красиво и очень нежно. И очень даже, я бы сказала, по-весеннему. Цена салфеток. Салфетки продаются парой, и цена пары 350 рублей. Такая скатерть у меня уже была. У нее очень красивый цвет. Нежно-розовый. И с таким немножко как бы жемчужным... Я не знаю, как сказать, рисунком. В общем, выработка жемчужного цвета. Очень красивая скатерть. Ее размер метр пять на метр пятьдесят. Ну, так приблизительно, может быть, чуть-чуть побольше. У нее идет кайма. И в центре тоже вот такой вот декоративный рисунок. Но, вы знаете, у нее есть проблемы. Ну, за счет того, что у нее есть проблемы, конечно, она будет все учтено в цене. Не могла от нее отказаться, потому что уж очень красивый цвет. У нее есть дефекты. У нее есть, во-первых, вот здесь вот пятно, которое простой стиркой не отстиралось, но, возможно, которое можно будет вывести с помощью пятного водителя. И у нее есть дефект на ткани. Вот такой дефект на ткани. Это, ну, внизу на кайме. Но все это, конечно, учтено в цене. И цена этой скатерти будет восемьсот рублей. Скатерть такого цвета будет красиво комбинироваться с любого цвета посуды. И с белой, и с любыми пастельными оттенками. Но мне захотелось вам показать и вот такой вот вид комбинации. Зеленый, коричневый, молочный. Мне кажется, так очень красивый. Посмотрите, как ярко смотрится цвет скатерти. Цена этой скатерти восемьсот рублей. Вот такая скатерть ягодного цвета. Мне кажется, что у меня такие уже были. Может быть, даже не одна. Почему мне так кажется? Потому что мне знакома вот эта вот, не знаю, как его назвать, типа логотипа. Она однотонная. И здесь есть вот такая вот выработка, как кайма. Но она очень такая, знаете, неброская, неявная. Скатерть прямоугольная. Очень универсальная. Подходит для любого цвета посуды. Немножко вам она рыжит в кадр. Вот она такая, как вот ягодное мороженое. Очень красивая. Очень оригинальная, элегантная для любой сервировки. Универсальная. Очень плотный материал. Прямоплотный. Размер ее 125 на 142. Ну, это все приблизительно. 125 на 142 сантиметра. Ягодный цвет будет смотреться, комбинироваться очень красиво. С разными цветами посуды. Если боитесь ошибиться, то белый, конечно, это безошибочный выбор. Либо же смотрите, чтобы рисунок на посуде перекликался с цветом скатерти. Например, вот такой вариант. Цена этой скатерти 1300 рублей. Очень красивая скатерть. Я ее назову желтой, хотя она, конечно, не совсем желтая. Но может быть, чуть лимонная, может быть, чуть сливочная. Не знаю. Назову ее желтой. На ней есть выработка цветами. Тоже хотел сказать ромашки. Но чтобы вас не путать с той скатертью, которая вышита, с ромашками. Давайте скажем, желтая, круглая. Она глянцевая. Жаккардово-глянцевая. Вот этот рисунок с цветами. Он как выработка идет. Она настолько красивая, что я даже знаю, что у нее есть дефект. Все равно ее купила. У нее есть дефект. У нее есть небольшие пятнышки, которые обычно стиркой не отстирались. Но которые, возможно, можно будет вывести с помощью пятного водителя. Вот оно. И есть еще одно такое же. По-моему, даже еще мельче. Сейчас я его даже не вижу. Вот оно оно. У нее широкая кайма. И в центре вот такой, как вы назовете, как ромашечка, вот такой центр. Меня дерзают смутные сомнения. Она либо круглая, либо чуть-чуть овальная. Вроде как по одному шву она у нас, вернее, по шву, по одному сгибу она у нас получилась 150, а по-другому 155. Примерно, в общем, она приблизительно круглая, приблизительно 150 сантиметров в диаметре. Но она, конечно, шикарная. Этот нежный желтый или, может быть, даже лимонный цвет скатерти будет очень красиво комбинироваться с любыми пастельными оттенками посуды. В частности, мне вам хочется предложить комбинацию с зеленым цветом. Посмотрите, как это по-весеннему нежно и в то же время ярко. Цена этой скатерти – 1200. Еще одна скатерть. Зашел у нас насчет нее спорт, насчет ее цвета. Желтый, не желтый. Мне кажется, что он не совсем желтый, но, может быть, он похож чем-то на лимонную цедру. Не знаю. Давайте назовем ее желтой со звездочками, потому что здесь вот такая выработка. Эта скатерть современная, потому что у нее есть этикетка. 60% хлопка, 40% вискоза. Вот как раз, наверное, эта вискозная звездочка дает такое вот сияние. Красивая скатерть, очень элегантная, очень благородная. Ткань довольно, давайте скажем, довольно тонкая, но это все равно, конечно, не батист. Вот. И отделка руликом. Косой белкой. Косой белкой. Отделка косой белкой. Отделка косой бейкой. Это скатерть прямоугольная, но уголки вот так вот закруглены. Ее размер. 115 на 165. В общем, скатерть желтая со звездочкой. 115 на 165. Этот слегка желтый оттенок с сияющими звездочками будет красиво комбинироваться также с любыми пастельными оттенками. Но мне захотелось предложить вам вот такой вариант. Зеленый, терракотовый, молочный, сливочный. Посмотрите, как это нежно. По-весеннему, в то же время ярко. Цена этой скатерти – 1200. Вот эта скатерть, я прямо не побоюсь этого слова, царица сегодняшнего показа. Она роскошная. Во-первых, этот цвет мой любимый, благородный. То, что я называю на богатом, на дорогом, на богатом. Она тоже такая жаккардовая. У нее матовая часть, как ее назвать, наверное, кремовая. А вот эта вот глянцевая часть, наверное, бежевая. Ну, давайте так будем считать. И она не круглая, не прямоугольная. Она вот такой формы, как вот эти рисунки. То есть она такая восьмиугольная и она не одинаковая по ширине, по длине. Вот она по длине получается 2,5 метра, 5 сантиметров, а по ширине 1,80 метра. То есть она прямо большая, она очень большая. И мало того, что она такая большая и такая роскошная, она еще украшена и ручной вышивкой. Вышивка крестом. Видите, вот с обратной стороны эта вышивка выглядит вот таким вот образом. Украшена не вся скатерть, а вот центральная часть. Та часть, которая идет по краю, она идет без вышивки. Скатерть на самом деле шикарная, роскошная. И впервые в мир, и на праздник, и на любой случай, для любого повода. И цена, да, не обнаружила здесь никаких дефектов, не вижу никаких ни пятен, ни дефектов ткани. Я ничего такого не обнаружила. И цена этой скатерти 2,500. Вышивка сделана нитками двух цветов, коричневого, двух оттенков. Эту королеву стола я бы, конечно, лично я не стала бы сочетать с другими цветами. Я бы ее, конечно, сочетала с белоснежным фарфором. А в качестве изюминки я бы добавляла металлические предметы. Например, металлические подсвечники или свечи металлических цветов. По-моему, это шикарно. И стоимость этой скатерти 2,500. Сейчас я вам покажу две скатерти, которые имеют удостоинство и недостатки, но эти недостатки отражены в цене. Давайте сначала покажу вам скатерть первую. Она почти белая, но, скажем так, молочного цвета. Она прямоугольная. Ее размер 130 на 160. У нее есть такой вот жаккардовый рисунок, но это, мне кажется, что это синтетика. Может быть, и нечистая, но, наверное, преобладающая. В этом есть плюс. То есть она, наверное, должна хорошо стираться. Еще есть плюс. Эта скатерть украшена ручной вышивкой. Зеленого цвета. Смотрится это, конечно, очень эффектно. Вот. Но помимо того, что здесь есть минус, это состав, здесь есть еще один минус, это пятна. Смотрите. На этой скатерти у одного из краев имеются пятна. Возможно, это можно вывести пятному водителям. Цена этой скатерти 750 рублей. Захотелось к белой скатерти добавить какого-то более яркого акцента. Я это вижу в данный момент. Именно так. Цена скатерти 750 рублей. Еще одна скатерть, которая имеет и плюсы, и минусы. Но эти минусы учтены в цене. Скатерть, конечно, красивая. Она натуральная, имеет натуральные ткани. Она такая трехцветная. То есть здесь есть белый, какой-то лимонный цвет. И вот такая вот декоративная полоска коричневого цвета. Очень красивая. Знаете, она натуральная, скорее всего, это лен. И такой, мне кажется, какой-то летний вариант. И дачный, и какой-то, я не знаю, садовый. В общем, очень красивая скатерть. Какие у нее есть минусы? Вот такие дефекты ткани я дефектами не считаю. То есть это как бы особенность специфика натуральной ткани. Это я не обращаю на это внимание. Здесь есть пятна. Есть небольшие пятнышки, вот такие вот темно-коричневые. И есть здесь одно пятно. Вот оно, видите? Слегка заметное. Такое, ну, вот такое вот пятно. Возможно, это можно отстирать с помощью пятнового водителя, я не знаю. Скатерть красивая, универсальная. Будет прекрасно смотреться с керамикой. Посмотрите, какая она шикарная. Она большая. Размер у нее 125 на 160 сантиметров. И из-за вот этих вот нюансов, которые у нее есть, ее цена тоже невелика, 750 рублей. А это скатерть лично у меня ассоциируется с каким-то, знаете, скантри, с деревенским стилем, с традиционными какими-то праздниками, либо просто застольями. И, ну, конечно же, с керамикой. Цена этой скатерти 750 рублей. Хочу показать вам еще раз эту скатерть, которую я вам уже показывала в прошлом обзоре, которая почему-то единственное не нашла свою новую хозяйку. Не знаю, почему вы ее не рассмотрели. Давайте я вам ее расскажу. Мы ее назвали тогда скатертью кремовой с розовыми и коричневой каймой. Ее размер 110 на 155. Ее цена 1400. У нее такой интересный цвет, я бы его назвала цвет пломбира, да? Наверное, пломбир. Красивая жаккардовая выработка с розами. Наверное, видео не передает, но поверьте мне, это очень красиво. И вот таким образом коричневой ниткой она обшита по краю. Это тоже то, что я называю на богатом. Очень красивая, элегантная и дорогая. Очень нежный, благородный оттенок скатерти. Конечно, он будет красиво сочетаться с любыми оттенками посуды. Мне кажется, все-таки пастельных цветов. Давайте вот такой вот вариант вам предложу. И цена этой скатерти 1400. На этом я буду заканчивать. Напомню еще раз, что все размеры и цены, а также наличие, бронь, продажи и все остальное будет указано в инфобоксе. Заходите, проверяйте инфобокс. Заказ можно сделать на WhatsApp магазина. Отправим вам почты или с ДЭКом. На этом буду прощаться. До следующей встречи. Пока, пока, пока.